Приветствую вас, Светлана. Я думаю, что, скорее всего, вам мой ответ не понравился. Скорее всего, вы отнесетесь к нему негативно. Вот, но я также думаю, я уверен, что если вы хотите решить свою проблему с мужем, если вы действительно хотите, чтобы был хотя бы шанс на сохранение семьи и на возвращение мужа, то вам необходимо пройти через то, что я вам скажу, и через свою реакцию на то, что я скажу. Значит, смотрите, вы пишете, как вернуть мужа. Понимаете, если вы его любите, то вы хотите, чтобы он был счастлив. Если вы хотите, чтобы он был счастлив, ваш муж счастлив сейчас с другой женщиной. Вы делая то, что вы делаете, делаете его несчастным. Вы делаете его несчастным. И я ставлю под сомнение тот факт, что вы его любите. Тот факт, что вы в нем нуждаетесь, да, я этот факт не ставлю под сомнение. Я знаю, что вы в нем нуждаетесь. Я знаю, что вы нуждаетесь, нуждаетесь в своем мужем. Это правда. Но тот факт, что вы его любите, я ставлю под сомнение. Это я надеюсь, понятно. Да? Отлично. Идем дальше. Вы пишите, как отводить женщину, которая влезла в семью. Ну, никакая женщина в семью не влезла. Ваш мужчина сам выбрал эту женщину. И сам захотел с ней быть. Почему вы употребляете такое слово, как отводить? Если эта женщина дает мужчине то, чего не давали вы. И то, чего не даете до сих пор. Не очень понятно. То есть, тут вот, опять же, вызывает вопрос ваше восприятие любовницы у мужа. Да? То есть, вы говорите, у нас кризис, в который мы не смогли пройти. Ну, да, у нас кризис, в который мы не смогли пройти. Это правда. Да. Но, может быть, мужчина и не хочет проходить этот кризис вместе с вам. Понимаете? Если вы, как говорите, любите своего мужа, то вы готовы к ГП и вам пустить. Вы его не отпускаете. А значит, я снова ставлю под сомнение тот факт, что вы его любите. Простите. Простите. Дальше. Дальше. В моей семье произошло грустное событие. После почти 14 лет брака мы развелись в Муни. Развод – это всегда травмы и, в общем-то, вам необходимо помочь эту травму пережить. Если она есть. Если она есть. Она есть. Скорее всего. Вот. Ладно. Вам нужно обратить внимание на проблемы, которые дали о себе знать в результате этого развода. Решить их, свои собственные. И дальше уже посмотреть, что будет. У нас двое очень долгожданных деток. 8 лет и 3 лет. Вот знаете, сама постановка вопроса долгожданных деток. Меня уже несколько настораживало. Почему дети должны быть долгожданными? Вы говорите про декретный отпуск, но… точнее, что вы в декрете, но насколько я знаю, декрет вроде бы… Как раз таки 3 года и… 3 года и длится. Ну да ладно. Почему дети долгожданными? Вот как… Как получается, что дети становятся долгожданными? Получается это так, что люди концентрируются на деток. Вот, собственно, возникает вопрос. А как получается так, что люди концентрируются на деток? Почему дети становятся… эээ… настолько важным? Факт появления или не появления детей? Эээ… причина. Сейчас есть ссоры. Ссоры из-за чего? Какова ваша ответственность в ссорах? Быть? Что вы по этому понимаете? Что вы по этому понимаете? Не желание делать какие-то… бытовые вещи? С чьей стороны? С вашей? Эээ… со стороны мужа? Отсутствие близости на фоне усталости. На фоне усталости кого? Непонятно. Отсутствие близости… Опять же, с чьей стороны. То есть, кто не хотел близости? На этом фоне появилась любовница, у которой двое своих детей. Мужащий в июне говорит, что любит, а потом его как бы отменили. Стал ежедневно по многу пить пива, уходить и ночевать, приходить в 5 утра и ни слова раскаяния. А, простите, он должен раскаиваться? То есть, откуда вот у вас… Ожидание получит, что мужчина будет раскаиваться. Оскорбления взаимные, тоже не укрепляли наш брак. А, простите, вы мужа по какой причине оскорбляли? Давайте разберем этот процесс, как вы дошли до оскорбления мужа. Я сейчас вас не обвиняю. Набавь в хотелось бы, чтобы вы себя поняли. Когда я узнала любовница, написала ей, что это не ее мужчина, что он женат на злых деток за плечами прожитых долгие годы. Ну, во-первых, тот у вас дети, тот за прожитых долгие годы, это ничего не значит. Абсолютно. Второе. Что значит не ее мужчина? Что значит вообще мужчина чей-то? Он и не ваш тоже мужчина. Почему не ваш? Потому что люди не могут принадлежать к кому-то. Почему не ваш? Потому что люди делают выбор быть с кем-то, но они не принадлежат. Из этого я делаю вывод, что вы воспринимаете мужчину как собственность. То есть вы собственность. Получается. А по какой причине вы воспринимаете своего мужа? Ну и скорее всего себя, как некий объект собственности. А не обесцениваете ли вы таким образом ценность свою и ценность мужа? Она началась ему. Был страшный скандал. У нас ночью муж пытался в квартире, отдал так, разбудил детей и кидался. Но меня не бил, кричал он, что я ему все испортил, что мне хорошо интересно, что детям не поехал, что я мочу же Абабу. Это был не мой муж тогда. Нет, это был ваш муж, просто это был изменившийся человек. Был другой человек. Человек, которого вы отказываетесь видеть. Это человек, который изменился, а вы не заметили. Но это самый же другой человек. И самое главное, вы не замечаете, что муж говорит, что муж нехорошо и интересно. Что вам, при условии, что вы любите, должно быть достаточно для того, чтобы их отпустить. Но нет, этого не происходит. Я просил успокоиться, сходить к психологу, чтобы разобрать наши проблемы и пережить кризис. А какая проблема-то? То есть, я вот, собственно, проблем не очень здесь вижу, проблему. Но, по-другому, на то, на одно и то же, я устал, я пустой, я не вижу смысла, чтобы все сохранять. Сохранять мы чужие. Попал на развод, но я продолжал просить, не ручит, вот так наш брак. Какое значение имеет для вас брак? Сваривается ощущение, что вы вот привязаны к какой-то формальности. Потому что фактически ваш брак расстался еще до появления любовницы. Сказал, что если я не уеду, он все равно съедет в квартиры. Жить не будет, и что квартиру буду оплачивать сама. Так как я в декрете, пришлось ехать в другую страну, где у меня есть жилье. Муж отдавил нас даже не дорогу. А должен был. По второму месяцу, как мы уехали, я знаю, что нет в спор месте, но не живут. Я вновь все написал, но уже в более грубой форме. А что вы написали, если вы подали на развод? Если вы уехали. Ну вот смысл того, что вы написали. А самое главное, вы это делаете для мужа? Проявляя так свою любовь к нему? Или вы это делаете для себя? Пытаясь реализовать какие-то свои желания. Которые к любви и к мужу не имеют отношения. Вы как-то отделите. Отделите, пожалуйста. Одно от другого. Она обед его нажала, показала мое смс сообщение. Она опять кричала, что мне надо на разводе, чтобы я больше вообще не писала ни на какому поводу. Чтобы забыла его нам. Но в принципе это справедливость, что вы разводите. Я очень люблю мужа. Дети переживают очень старше на фоне стресса. Повестики. Обязательно, с тем что переживаете вы. Дети перенимают поведение своих родителей. Я полностью признаю свою вину. Проблема в том, что вы себя вините. И человек, который себя винит, может обвинить другого человека. Вы не миноваты. Вы ответственны. То, что произошло, то вследствие того, как вы относитесь к себе и к своим потребностям. Поэтому, нормализовав это, вы сможете нормализовать все остальное. Но это не дает гарантии, что муж к вам вернется. Так. Не уделяла внимания. Почти не было близостей в сексуальном плане. Рука не прочая. А почему не уделяли внимания? Почему не было близостей в сексуальном плане? Почему вы ругались? Если точно. Ну вот хорошо. Вы чувствуете себя виноватой. Ладно. А дальше что? После последней ссоры из-за любовницы, я ему сразу пришел с мной, что любим его деткам и очень сильно ждем нашего папу. Он молчит, ничего не отвечает на это. А зачем вы это пишите? Зачем? Кто мы, во-первых? Видите, тут у вас еще проблемы с личными границами. Видимо, есть в том, что мы. Кто мы? Нет никаких мы. Есть вы, и вы любите еще любить своего мужа по-своему. Есть дети, которые любят своего папу по-своему. А так получается, что вы все дети и все любите его как отца. Может быть и уятность к своему мужу как котел? Кто знает, это нужно разбирать. С детьми, значит, общаются по-своему, алименты стоит даже больше. Пьет ежедневно, детям говорит, что потом нас кушает по ним. Ну, это нормально. Помогите как-нибудь мужу. Как отважите вот эта женщина, которая влезла на жизнь в семью, зная, что есть дети. А что дети это? Это препятствует от того, чтобы проявлять чувства. Дети это препятствие, чтобы реализовывать желания. Свои-свои. То есть вы, опять же, что детей вот на первый метр ставят. Значит, так, благодарю за любую помощь. Ну, главное, Светлана, надо с себя собраться, да. Вот, как-то вот поработать над своими собственными проблемами, противоречиями. Вот, и тогда, я думаю, появится какой-то шанс. А иначе всё просто вернётся на круги своя и всё. То есть вот, даже если вы вернётесь своего мужа, даже если, то проблемы, все проблемы будут повторяться и в итоге просто его потерять. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи.